Европейский Союз закрывает двери для украинцев. Граждане страны стали чаще получать отказы в шенгенских визах. Некоторые консульства сознательно не дают разрешения, утверждают источники RTVI в украинском МИДе. Дипломаты в Киеве требуют от ЕС вернуться хотя бы к предыдущей практике. Наш корреспондент в украинской столице Виталий Школьный узнал, почему изменилось отношение Брюсселя к гражданам страны, прошедшей Евромайдан. Я посетила в своей жизни 19 стран, и у меня еще ни одного зауважения до посещения, то есть ни одного нарушения визового режима у меня не было. Анна Агеева уже третий раз подает документы на шенгенскую визу. В загранпаспорте у нее почти нет свободных страниц, сплошь разрешение на въезд в ЕС. И тут вдруг один отказ за другим. Анна не понимает, почему Евросоюз вдруг захлопнул перед ней двери. Единственное объяснение – гражданка Украины родом с Донбасса. Я очень расстроилась, конечно. Я не ожидала. Мне просто никогда не отказывали в визе. Это у меня уже третий паспорт. Я подумала, какая-то ошибка. Досады очень такое, разочарование. Неприятно очень было. Но у меня стоит мариупольская прописка. Может быть, из-за этого. Я не знаю. Консульские службы стран-членов ЕС действительно стали менее лояльными к украинцам из-за войны в Донбассе и событий в Крыму, объясняет эксперт Европейского совета Кадри Лиг. Брюссель опасается неконтролируемого потока мигрантов из Украины. По этому вопросу специальную встречу в июне провели министры иностранных дел ЕС. В Киеве аномальная жара. Около 40 градусов по Цельсию. А десятки украинцев томятся в очередях за визами. Соискатели записываются на подачу документов онлайн сильно заранее. И если еще год назад попасть в консульство не составляло труда, то теперь страны ЕС рассматривают заявки с особой бдительностью. В какой стране мира турист платит за визу 57-60 долларов? Ни в одной. Вот законные визовые центры. Почему люди должны стоять в очередях? Мы заплатили по 500-600 гривен. Потому должны прийти и получить визы, а не ждать 10 дней, 15, 20. О том, что отдельные страны ЕС превращают визы в непреодолимый барьер, свидетельствует статистика за прошлый год. Из 22 стран, входящих в Шенгенскую зону, 16 увеличили количество отказов. Швейцария и Финляндия в три раза. Испания, Португалия, Греция и Швеция почти вдвое. Рекорд установила Бельгия. Отказов в визах в 10 раз больше. Визовый дискомфорт ощутил на себе Алексей Гарань. Профессор политологии, один из самых уважаемых ученых страны и частый гость в Европе. Меня часто приглашают на все конференции. Но когда у меня истекает срок визы, значит, для меня сразу встает вопрос. Так, куда дальше ехать и какая-то страна будет? Легко ли там получить визу? Вот, к сожалению, например, часто приглашают в Великобританию. Иногда мне приходится просто отказываться, потому что я не успеваю оформить британскую визу. Процесс получения шенгенских виз усложнила не только война. В Бюсселе обязали украинцев открывать специальные счета в банках или покупать дорожные чеки. Но самое главное, каждый соискатель должен оставить в консульствах свои отпечатки пальцев и цифровой фотографии. И вот это окончательно заводит людей в тупик. Зачем тогда? Нужны биопаспорта. В начале года украинцам начали выдавать биометрические паспорта. Документ с символическим номером один получил президент. А премьер-министр пообещал всем владельцам вот таких синих книжечек беспрепятственный въезд в ЕС. В итоге двери в Европу до сих пор закрыты, а отпечатки пальцевой фотографии, записанные на чипах, оказались совсем бесполезными. О безвизовом режиме с Европейским Союзом не устает говорить президент. Петр Порошенко на встрече с европейскими парламентариями убедительно заявил. Границы ЕС обязательно откроются для украинцев. Причем случится это уже в следующем году. Крайне важна роль Европарламента в обеспечении для Украины безвизового режима, уже начиная с 2016 года. Я верю, что европейские депутаты, большинство из которых настоящие и искренние друзья Украины, сделают все возможное вместе с украинской властью для того, чтобы украинцы получили право безвизовых путешествий по Европейскому Союзу. В исполнительном органе ЕС советует Порошенко не спешить. Сначала нужно выполнить дорожную карту. Требования Брюсселя Киев должен был удовлетворить еще на майском саммите Восточного партнерства в Риге. Там есть строгие правила. Украина сама должна квалифицироваться на безвизовый режим, как Молдова. Если это удастся, то я думаю, что есть шанс на это. Но это обязательно, что действительно Украина сделала все, что для этого надо. То есть просто из-за дружбы, я думаю, это не получится. Но для украинцев это не вопрос одолжений и просто дружбы. Сближение с ЕС уже стоило гражданам страны гигантских жертв и невосполнимых потерь. Не зря ведь недавняя революция получила говорящее название Евромайдан. Киевнанка Наталья подает документы вместе с дочерью. Жалуется нашей съемочной группе. Прошли все круги бюрократического ада. Мы нормальные люди. Почему бы нас не принимать в Европе? Мы не дикие, мы продвинутые. Мы себя хорошо чувствуем и в Украине. Это европейская страна. Мы должны уже быть одной ногой в Европе. У меня дочь там учится в Европе. Зачем это все нам проходить? Хотим, чтобы можно было легко и просто попасть в ЕС. Конечно же, это бы упростило бы человеческие контакты, приблизило бы Европу к нам. И это было бы большой символической победой для украинцев. Украинцы умирали под флагами ЕС. В общем-то, я думаю, что вряд ли мы можем вспомнить какой-то другой подобный пример, когда в какой-то стране умирали бы под флагами ЕС. Для выполнения плана действий ЕС в Верховной Раде осталось принять два закона. О запрете дискриминации сексуальных меньшинств и усилении пограничного контроля. Оккупированные территории Донбасса помехой для отмены ВИС с Евросоюзом не станут, уверяют эксперты. Есть пример Молдовы. В Приднестровье тоже сосредоточены российские войска. Но все же молдаване путешествуют в Европу с пустыми паспортами. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, РТВА, Киев.